Рада снова видеть вас, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня я хочу вам рассказать об обязательных мероприятиях, которые нужно сделать в саду на вишнях и черешнях после плодоношения. Это очень важный момент. Почему? Дело в том, что в это время активно развиваются такие опасные болезни вишни и черешни, как и других косточковых, как дырчатая пятнистость и для вишни и черешни еще отдельно кокомикоз. Именно кокомикоз в свое время погубил насаждение вишни у нас в Белоруссии, ну и вообще во всей средней полосе. Именно он вызывает массовый листопад в августе месяце, из-за чего наши вишни становятся голыми задолго до осени. Это сильно их ослабляет, и они плохо зимуют и часто вымерзают. Так вот, чтобы не было у вас такой картины в саду, чтобы ваши вишни всегда были пышны, после уборки урожая обязательно проведите профилактическую защитную обработку как фунгицидами от кокомикоза, от дырчатой пятнистости, так и инсектицидами. Дело в том, что молодые побеги вишни – излюбленное лакомство для тли, и она способна изрядно испортить вид вашего дерева и подорвать его здоровье. После того, как вы сняли последнюю вишенку с дерева, не поленитесь. Вырежьте все больные побеги, пораженные манилиальным ожогом или другими болезнями – усыхающие, усохшие, больные и поврежденные. Обязательно обработайте баковой смесью из фунгицида, инсектицида и немножко растворимого удобрения для второй половины лета. Это может быть как кристаллун желтый, кристаллун красный, так и другие препараты, удобрения с пониженным содержанием азота. Ведь сейчас в вашей вишне и черешне очень важно грамотно подготовиться к будущей зиме. А лишний азот здесь не нужен. Для того, чтобы справиться с кокомикозом, с дырчатой пятнистостью на наших вишнях, черешнях и прочих косточковых, вам помогут такие фунгициды, как скорб, топаз, хорус. Именно они способны остановить развитие опасной болезни и сохранить листву на ваших деревьях. Для того, чтобы тля не сильно вам вредила, не забывайте вовремя прыскать инсектицидами. Это могут быть, как всем известные, карате, искра, децис, актора, так и современные новые препараты. Для того, чтобы препарат подействовал как можно более эффективно, не забудьте добавить в бак с препаратами немножко прилипателя. Это может быть зеленое мыло, либо обычное моющее средство для посуды. Всего одна чайная ложечка на 10 литров воды сделает препарат более эффективно действующим, потому что не позволит ему скатываться с блестящих гладких листьев. Ну и, конечно, строго следуем инструкции. Вносим препараты вечером, либо в пасмурную погоду, желательно при оптимальных температурах от плюс 18 до плюс 20-25 градусов Цельсия. В таких условиях препараты работают наиболее эффективно. После того, как вы провели обработку, не забудьте пролить почву под вашими вишнями и черешнями раствором метаризиума или баверии. Дело в том, что вишневая муха в это время отправляется на зимовку в почву под деревьями. А эти препараты прекрасно способны справиться с ее личинками, с ее куколками. И в следующем году у вас будет гораздо меньше дырявых червивых вишенок на дереве. Кроме того, и метаризиум, и баверия помогут вам расправиться с личинками майского жука, хрущами, с проволочником, медведкой и прочими почвенными вредителями. Восстановят плодородие почвы и приведут в норму баланс микроорганизмов, которые обитают в почве. Таким образом, вы не только поддержите здоровье ваших деревьев, но и оздоровите в целом ваш сад. Процветание ему и процветание вам лично от меня и от нашего канала. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч. С вами была Юлия Кондратенок. Субтитры создавал DimaTorzok